Сегодня гость нашей студии председатель Восточно-Сибирского банка, вице-президент Сбербанка России Алексей Логинов. Что привело к снижению ставок по депозитам? Чего ожидать в экономике при столь низком росте ВВП? И смягчит ли денежную политику новое руководство Центробанка? Об этом в сегодняшнем интервью. Василий Львович, вот если говорить с точки зрения потребителей банковских услуг, сейчас настали не самые выгодные времена. Но, во-первых, проценты по вкладам последние три месяца падают. Началось все еще в марте с падения процентов по вкладам валютным. И вообще речь идет о том, что сейчас банкам выгоднее все-таки брать опять деньги за границей. Все вернулось к прежнему уровню, к докризисному уровню? Ну, я бы не сказал, что к докризисному уровню, докризисному уровню. К кризисному положению, скажем так, когда наши банки, они брали деньги не у вкладчиков, а брали деньги за границей. То есть опять деньги пошли в страну. Да, я бы не сказал. Мне кажется, что это, то есть даже не кажется, я уверен, что это связано с обычными долгопериодными колебаниями рынка. Мы уже несколько раз с вами обсуждали эту тему. И каждый раз возникает разный взгляд на вещи. Когда начинает повышаться стоимость кредитов, то все забывают про то, что при этом растет и стоимость депозитов. Но зато, когда пошли ставки в другую сторону, то все говорят, что падает доходность вкладов, что делать населению. Но кредиты же при этом тоже дешевеют. Вот кредиты при этом как раз дешевеют. Как раз дешевеют. Ну что, просто идет смещение вилки сейчас. Объем ресурсов примерно одинаковый, варьируется. И в зависимости от спроса, это достаточно рыночная ситуация. Маржа между привлечением и размещением, она тоже, в общем, всегда приблизительно одинаковая. И в нее вложены плата за риск, плата за деятельность банка как учреждение. Ну, какие-то отчисления в резервы. Ну, в общем, целый ряд параметров, которые обычно достаточно стабилен. Все же зависит просто от соотношения наличия и потребностей к деньгам в экономике. Не более того, спрос и предложения, как на любом рынке, как любой товар. Деньги точно такой же товар, мы тоже с вами это много раз обсуждали. И в данном случае ситуация похожая. Спрос на деньги падает потихонечку. Банкам не нужны уже такие дорогие деньги, потому что сужается спрос на кредитование. И экономика более-менее подкреплена сейчас ликвидностью. В соответствии с этим цена на депозиты падает, и цена на кредиты тоже потихонечку поползла вниз. Банки вступают, ну, я бы не сказал, в период конкуренции, но в период, когда особо некому предложить деньги большие. Потому что мы наблюдаем вообще общее торможение некого экономического роста. Поэтому я полагаю, что и в дальнейшем тенденция будет сохраняться в этом же направлении. То есть постепенное снижение стоимости денег на рынке. Сейчас экономисты Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, они дают прогноз, что в 2013 году снизится потребительский кредит, но тем не менее будет огромный рост, вот такой взрывной рост, как они говорят, кредитования бизнеса, промышленности. Резкое увеличение будет. Прошло практически вот уже полгода. Наблюдается вот такой вот резкий рост кредитования? Или, может быть, он будет наблюдаться ближе к осени? Вот их бы слова, да богу в уши, я хочу сказать. Понимаете, пока мы наблюдаем постепенное, но очень устойчивое сокращение всех экономических показателей. То есть рост ВВП постоянно замедляется. Я не знаю, что видят эксперты, которые ожидают к концу года каких-то вспышек деловой активности, на чем это будет основан, но мне сложно предположить. Пока таких тенденций я не вижу. Я предполагаю, что, в общем, ситуация и дальше будет скорее тревожная в этом направлении, сокращение кредитования, сокращение роста экономического в стране, сокращение ВВП. Ну, несколькообразное, но достаточно медленные процессы. Еще сокращение ВВП? Сокращение прироста ВВП. Не в абсолютном, конечно. Да, я понимаю, мы говорим как раз. Но у нас уже дошло до 1%. До 1%. Хотя в прошлом году заявлялись амбициозные 5%. И 3,5% прошлого года теперь, можно говорить, это был прекрасный показатель. По сравнению с тем, что у нас в начале этого года. 1%. И дальше будет сокращаться? Исходя из существующих тенденций, да. Я надеюсь, что и правительство, и, скажем, субфедеральные власти как-то изменят ситуацию, потому что это во многом связано с исполнением бюджета. То есть, это связано, даже я бы сказал, с двумя факторами. То есть, первое, это деньги, регулирование со стороны Центробанка, финансового рынка, которое, так сказать, за счет высоких ставок рефинансирования, за счет целого комплекса мер, призванных на демонетаризацию экономики, на крайне осторожную кредитно-финансовую политику, сдерживает рост вливания денег в экономику со стороны банковского сообщества. С другой стороны, другой источник вброса денег в экономику, бюджет, он ведет себя точно таким же образом. То есть, бюджет не финансирует ни инфраструктурные изменения в масштабах, ну, только в Сочи, по-моему, ни, так сказать, какие-то крупные поставки, строительство дорог, обновление все более стремительно вешающихся основных фондов. Госконтракты сейчас, по моему ощущению, не финансируются практически нигде по всей стране или финансируются крайне-крайне ограниченно. Их число сокращается. Мы это видим по рынку тех компаний, которые исторически работали на бюджет, строители, подрядчики крупные и так далее. То есть, им сейчас нет портфеля заказов, им не с чем работать. А если заказы и есть, то по ним не приходят деньги, пока нет авансирования. И это крайне тревожащая у меня личная тенденция, вот как человека, потому что такое отношение, ну, как бы такое впечатление создается, создается, что какой-то вот такой коллапс, он не то, что то ли он искусственно нагнетается, то ли просто все чего-то ждут, может быть, вот той самой вспышки какой-то, которая должна произойти, по мнению экспертов, когда все сразу вдруг осознают, что вот дальнейшая такая стратегия работы на рынке, она приведет к тому, что рынок превратится, в общем, в руины. Основные фонды обветшают, компании разорятся, будут так по мелочи кто-то что-то, ну, строители вот немножечко делают. Но скоро такими темпами в экономике просто станет меньше денег, и людям будет там нечем платить зарплату, а им, соответственно, нечем оплачивать ипотеку. Это такие достаточно грустные тенденции. Общемировая, в общем, практика подсказывает, что в такой ситуации можно немножечко разогнать инфляцию, можно и нужно обязательно вталкивать деньги в экономику всеми возможными способами, чтобы даже, я говорю, с риском получить разгон инфляции. Ну вот 24 июня сменится глава Центробанка, уже известно, что это будет Эльвира Набиулина, бывший министр экономического развития страны. И вот как раз от нее-то многие ожидают того, что она, сменив такого консервативного Сергея Игнатьева, и даст возможность такой либерализации, да, то есть снизит ставку рефинансирования, то есть даст деньги в экономику. Как вы считаете, вот это так и будет? Ну, понимаете, сказать, в общем, на самом деле сложно. Во-первых, как я уже сказал, такое изменение рынка зависит не только от ЦБ. ЦБ это только одна составляющая часть этого рынка, да, с другой стороны. Но если, как вы говорите, Владимир Путин заявил, что этого ждут от ЦБ, то я надеюсь, он заявит, что этого же ждут и от правительства, и в конце концов, собственно, ситуация изменится в лучшую сторону. Что касается Эльвира Набиулиной, то она, в общем, экономист, скорее, промышленный, да, то есть который работал в реальном секторе экономики, да, у нее есть опыт банковской работы, хотя он достаточно небольшой, но она и в банке, в общем, курировала вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью субъектов. Она, несомненно, очень грамотный специалист, широко эрудированный, блестяще образованный, очень единицы таких, единицы таких в стране, я с очень глубоким уважением к ней отношусь. И, исходя из этого, хотя бы у меня есть надежда, что она будет оценивать банковское регулирование как раз с точки зрения его влияния на экономику. Понимаете, вот Игнатьев тоже блестящий специалист, таких тоже единицы в стране. И он привел за последние годы в порядок банковскую отрасль, именно вот как цивилизовав ее, да, то есть сделав ее частью мировой банковской системы, внедрив целый ряд регулирующих механизмов, строгих, да, там достаточно, внедрив целый ряд правил игры, которые очень приблизили Россию к мировым финансовым рынкам. Конечно, можно сейчас спорить, что целый ряд этих механизмов притормозил банковскую систему, да, сделал ее достаточно костной, да, сделал ее инерционной и тем самым не стимулирующей к развитию экономику страны. Но это созданный механизм, которым теперь можно эффективно управлять. Это, так сказать, блестящая работа. Я просто снимаю шляпу, потому что та вакханалия, которая творилась в банковской системе страны до прихода Игнатьева, да, то есть она не пошла на пользу ни экономике, ни банкам, вот уверяю вас. То есть вот эта смена профессионального финансиста на экономиста, который... Ориентированного на промышленность, да, на рынок, на, так сказать, на макроэкономику, я думаю, очень правильный процесс, и я надеюсь, что он принесет и правильные результаты. Если именно акцент будет сделан на развитии экономики, то, в общем, и тот механизм банковский, который сейчас есть, можно уже регулировать аккуратно, тонко, без, так сказать, резких перекосов, да, вот как раз на то, чтобы он работал как на экономику. У меня очень серьезные надежды и ожидания связаны лично у меня в связи с этим. Мне сложно сказать, да, что в конечном итоге произойдет. Конечно, это же регуляторы, кто познает пути великих, они идут своими путями, а мы можем только надеяться, что их пути совпадут с нашими чаяниями. Но вот это вот, если все-таки произойдет смягчение денежной политики, вы сказали, разогнать инфляцию. Это еще одно пугающее слово, разогнать инфляцию. Ну, во-первых, я сказал, немножко разогнать. Немножко разогнать инфляцию. Во-вторых, инфляция как таковая, она все равно существует. Вот у нас, мы сейчас гордимся тем, что у нас инфляция крайне невысокая. Но она невысокая внутри страны. Страна же живет внутри мировой экономики. В мировой экономике инфляция нормальная, ну, обычная, которая обеспечивает и экономический рост, и рост цен на товары, и постоянный рост зарплат. То есть, некий такой стимулятор своего рода. Не мегаинфляция, конечно, но не галлопирующая, нормальная, рабочая. И мы все равно всей страной, условно говоря, с маленькой инфляцией внутри, находимся внутри мировой экономики, с нормальной инфляцией снаружи нас. Мы все равно потребляем товары, и мы видим, что несмотря на то, что инфляция почти ноль, товары вроде все растут и растут в цене, которые к нам приходят. То есть, мы своими деньгами решаем чужие проблемы? Ну, в общем, да. Вернее, даже так. Мы не решаем деньгами свои проблемы. Вот в чем самое-то, так сказать, плохое. Чужие проблемы решать это хорошо. Когда экономика стабилизируется, чем она эффективнее развивается, где бы это ни было. Условия глобализации, это все равно всем хорошо. Проблема-то в том, что мы не развиваемся. И мы сидим внутри этой мировой экономики, развивающейся, со своей почти нулевой инфляцией. Страшно этим гордимся. В чем, как бы, великий смысл, я не очень понимаю. То есть, вот эти все разговоры о том, что осень может оказаться сложной в нашем государстве. Вот совсем недавно. Да, осень всегда сложная в нашем государстве. Это уже традиция. Поэтому я даже не сомневаюсь, что она будет сложной. Но мы, как всегда, думаю, ее переживем. Спасибо, Ильич. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Всегда рад вас видеть. Сегодня о текущей ситуации в банковской сфере мы беседовали с председателем Восточно-Сибирского банка, вице-президентом Сбербанка России Алексеем Логиновым. Субтитры создавал DimaTorzok